Давайте немножко переместимся в низовой. Сходит тут Эльза Малличина, она волонтера и общественник. Занимается тем, что кормят бездомных жителей нашего города. Она обрисовала социальный портрет тех, кто приходит на бесплатные ужины. Это женщины-пенсионерки с пенсии в 11-13 тысяч рублей, отдающиеся за коммунальные услуги по 6-7 тысяч рублей. Как это можно прокомментировать? Это ли не итоги пятилетки? Ну, это в том числе и итоги пятилетки Хабирова, но тут не 100% вина Хабирова. Я бы хотел просто вернуться немножко назад. Вот этим нужно заниматься депутатам Государственной Думы Гельмудинову и депутатке Государственной Думы Емпольской. Вот этими бабушками, которые вынуждены ходить на благотворительные обеды, потому что им не хватает денег на питание. Вот это вот вся сущность нынешней ситуации России и Башкортостана. А они занимаются памятью Рудольфа Нуреева и искоренением англицизмов из российской жизни. Но при этом, если мы заметим, эти же бабушки, они охотно поддерживают Владимира Путина и притут в маскировочной сетке. Это другой психологический и иногда психиатрический феномен. Это не имеет никакого отношения к тому, что они вынуждены питаться подаяниями. Вот в чем проблема. То есть это сложно в том смысле, что почему потерпевшие как бы благословляют своих мучителей. Ну, есть такое понятие, как Стангольский синдром, и он во многом у нас работает. Есть вековечное причитание старшего поколения, как бы плохо ни жили, лишь бы не было войны. Есть такой тезис о том, что нежели богато, нечего начинать и так далее. У нас в России удивительная страна в этом смысле. Отсутствие причинно-следственных связей у нас настолько традиционно, что мы никогда не связываем, например, проблемы этих бабушек с тем, что они последние 23 года прожили при прекрасном и успешном президенте Путине. И в конце концов, то, как они живут, это результат его усилий, например. Такой закономерности никто не делает, не проводит такой связи. Ну, вы как-то на прошлом эфире говорили, что нет причинно-следственной связи и критического мышления. Продолжение следует... Продолжение следует...